А это что, вы такие водители все в Германии? Да я тебя умоляю, это мне как бы для настроения. Потрогай, потрогай, на старости лет пора. Он еще и тем более из волшебного города. Но просто он сказал, ну ты землячка, ты красивая, я не дурен с тобой, почему бы нам не помотаться по Германии? Только в этом земле. Лучших людей надо самому обслуживать. Поняла? Я Лариса Гузеева, это Давай Пожениться. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Ольга, Анна и Ирина. А жених у нас Павел. Паша, просади. Павел, 42 года. Его жена нашла в социальных сетях свою первую любовь и не раздумывая ушла из семьи. Павел владелец собственной компании по перевозкам в Германии. Гордится прекрасной спортивной фигурой, мечтает приобрести яхту на колесах класса люкс. Предупреждает, что быт ведет самостоятельно. Павла не привлекают женщины с короткой стрижкой и броским макияжем. Женится на воспитанной, уютной женщине, которая готова переехать в Германию и посвятить себя семье. Паша, вот у меня не держится вода в одном месте, ни одной секунды. Девочки, вы себе не представляете. Как ты не ворвался, во-первых, ко мне в гримерную сейчас? Не пускали, не пускали. А, не пускали. Я увидела за кулисами, я чуть не сошла с ума. Вот просто это благодаря моим... Все-все-все-все-все-все, сейчас расскажу. Давай, дарим же косметички, а то розовый губы надолосит. Паша, смотри, подарки дарят, значит, очень внимательные. Была на гастролях в Германии. И мне, говорит, ну для тебя не будет такая поиска утомительная, потому что у тебя такой прям при такой водитель, думаю, о боже. И вдруг я вижу загорелого зимой, красивого, вот такого Пашку. Ну и дорога длинная, о чем говорить? Естественно, я все его расспросила, всю его жизнь. И, говорит, это невероятно. В общем, он Штефанию, девочку, воспитывает один. Рассказывает твою историю. Уже потом будете задавать ему вопросы, хорошо? Я говорю, а как так получилось? Он говорит, представляешь, вот с женой приехал. Он еще и мой земляк. Мама дорогая. Или сам будешь рассказывать. Просто у меня о чем-то другом еще хочется поговорить. Ну ты приехала, ну скажи, и заманила человека. Нет, он приехал, женился, родилась девочка с женой. Он все для жены делал. Ночью вставал, убирал, стирал, деньги зарабатывал, на трех работах ломался. И все, жене все рожна не хватало. В общем, она, жена, списалась с бывшим от 2 класса, потому что ей, ну вот еще вот в Германии, вот только вот какого-то чего-то такого не хватало. Он говорит, да нет, ну она вот полюбила же. Нашла в сетях свою бывшую первую любовь, списалась, с ним уехала, тра-та-та, там ничего не получилось. Ребенка оставила, конечно. Косички заплетал, мыл-кормил, в школу водил. Посмотри, какая же, Стефания, клевая. То есть он был женат, да? Да, он был женат, да. И Лариса в курсе их истории. Лариса, ну завтра, говорит, я приду с бывшей на спектакль. Ну я не могла сказать, чтобы она сгорела по дороге, понимаешь? Прости, Господи, за злой язык. Я говорю, ну хорошо, ну ничего себе такая женщина, ну рядом с Пашей, просто рядом. Я говорю, ты не имеешь права, сволочь, в свои годы тебе всего 42 года. Не завести новую семью, не родить новых детей, вот таких красавцев, здоровых, прекрасных. И ты только к нам на программу приехал. Спасибо. Я бы не дала ему 42. Ну это все спорт, здоровый образ жизни. Роза, ну классный. Ой, я не могу тебя заставить раздеться. Он еще и как модель. Ну ты, если бы ты видел. Да подожди ты. Паш, пиджачок вот так вот решительно. А что заставим? Давай раздеться. А это что, вот такие водители все в Германии? Да я тебя умоляю, это мне как бы для настроения. У него бизнес, у него все. Потрогай, потрогай, на старости лет порадуй. Он еще тем более из волшебного города, Нюрнберг, ведь правда? Ой, я обожаю его. А какой бизнес? Почему водитель с ним работает? Ну да он у меня работал водителем, у него парк свой, на него работает. Ну вот просто он сказал, ну вот землячка, ты красивая, я не дурен с тобой, почему бы нам не помотаться по Германии? Только в этом... Лучших людей надо самому обслуживать. Поняла? Самых лучших. Это чтобы закрыть вопрос. У него все хорошо с домом, с квартирой, деньги есть. И еще и классный. И красавец. А может мы и видео тогда посмотрим? Давайте посмотрим. Лучше своим глазом они увидим. Здравствуйте. Я не ночевала на этом диване. Заводушку мы летом на теплицу. Я не нюхала эти цветы. Мы летом сажаем обязательно что-нибудь. Да, балдеть. Сейчас у нас на улице, конечно, не совсем зима, но тем не менее, выходим не так часто в сад. Сейчас мы находимся... А это прямо свое-свою или вы как в аренду? Да, конечно, все в аренду. Я провожу значительно много времени. Как чистенько. Я, конечно, готовлю сам и люблю очень готовить. Вот мои любимые ножи. А чем мне внешне, что с ним жить-то не ухватило? Кухня у нас в основном, точнее, чаще в Европе не очень большая, потому что мы обедаем. Туй дура, зарабатывать собираешь. Слушай, ну шикарная кухня для твоего фирменного борща. Паш, ну и кого хочешь ты? Чтобы была симпатичная, как минимум. Ну, естественно. Поэтому мы приехали в Россию. Умная, мудрая. Молодая? Ну, желательно. Помоложе, посмотрим, как будет. Паш, а помнишь, я как тебя уговаривала, что ты еще должен, но из 42, но должна быть где-то родного возраста. Ну да. Я только за. Ясно. А когда уже, Штефаню, себя отселишь? Когда себя найдет. Нет, Штефаня, сейчас я за тебя возьмусь. Тебе сколько сейчас лет? 20 исполнилось. 20 исполнилось. Когда заканчиваешь учебу? Я пока биологию учусь и еще долго. Она учится в университете. Да я-то знаю, но я обязана поспрашивать. Наверное, еще минимум 5 лет буду учиться. Еще 5 лет будешь сидеть на папиной шее? Да? Я просто не хочу, чтобы папа был одиноким. Я пока с ним живу. Папа будет одинокий до тех пор, пока вы с мамой упырями будете цепляться за ноги вот этого красивого мужчины. Очень интересно, почему он до сих пор один, да? Такой видный вроде бы молодой человек. Ну, знаешь, я по себе знаю, когда человек очень много работает, у него нет времени ходить, знакомиться с кем-то, искать кого-то. Понимаю, что у папы молодой мужчина, у него взрослая личная жизнь. И у меня своя жизнь, у него будет свобода, у меня своя свобода. У нас со Штефаней договор. 21 год, если она пожелает, мы покупаем квартиру, само собой, она может жить отдельно, по желанию. Ну, слава Богу, ну, вы слышите, наконец-то я до твоей головушки достучала. Именно в личную квартиру она может выучить. Очень ценно то, что дочь так человечно относится, да, к своему отцу, то есть она могла бы вырасти эгоисткой, я уверена, что он ее баловал. Ну, я правильно поняла, что ваша невеста должна полностью посвятить свою жизнь вам, рождению детей и, соответственно, воспитанию? Семье, семье. Это я, это я ему. Только не ра... Значит, она не должна работать? Она абсолютно не должна, и она должна понимать, что у нас в Германии, ей это не надо в любом случае будет, а куда-то влезть, куда-то какую-то должность получить очень тяжело. То есть, в принципе, значит, она должна, я понимаю, где-то родная, с косями у нее должно быть все хорошо, потому что вы не одного хватите, а побольше, да? Одного минимум тоже неплохо. А, нет, подождите, давайте определяться. Одного, пожалуйста, а вы большую семью... Одного-двух? Одного-двух. Ага. А, если у нее уже будут дети? Вспомни, что я тебе говорила. Не хочет он детей чужих. Это будет сложнее, правильно. Видишь, он говорит, что сложнее, если у нее уже есть дети. Ты знаешь, меня, Лариса, все-таки смущает. Я понимаю, ты молодец. Вот я своих тоже так же пристраиваю. Но что ж тогда сбежал-то от такого красавца с такими деньгами? Она... Рассказываю. Рассказываю. Потому что прежде чем ему вот этот автопарк создать, построить вот эту домину, он ломался на трех работах. На трех. Мало того, еще возвращаясь под утро, нужно было ребенку еду, памперсы, шмамперсы, по дому все сделать, потому что оберегал любимую, чтобы выспался, чтобы все. Ну, значит, избаловал свою жену. И избаловал свою жену, да. Могу объяснить в двух словах. Я не терплю оскорбления, унижения. Юля, бывшая жена, она хотела больше любви. Я не могу любить, когда меня немножко оскорбляют, или даже немножко, точнее, посильнее. Вот на этой почве у нас не получилось никак. Вы не мужик? Всякое бывало. Не мужик, ты не мужик. Я объясняю, что я не буду доказывать, что я мужик. Я такой есть. На трех работах. Я и есть мужик, и почему я должен этого доказывать? Дом построила, Роза, какой дом? Квартира обеспечивает. Притом, бывшая... Так он своих обеспечивает. Да, но бывшая, которая уехала, потом вернулась, он же ее не отобрал. Он ей дал и помогает, и сейчас. Ну, потому что законы не так есть. Сама говоришь, в Германии выигрывает женщина. А почему вот доченька осталась с папой, а не с мамой? Я просто осталась в своем доме жить, в своей старой комнате. А мама что, уехала куда? Мама вышла замуж, привезла оттуда мужа. Отсюда, точнее, получается, из Якутии. Мужа. И надо было выйти замуж. Она сняла себе квартиру, ушла и вышла замуж. Девушки очень любят западать на таких мужчин, таких вот прям неправильных мальчиков. Вот любим мы таких. А потом страдаем. Паша, любимыш, ой, сейчас прям давайте уже, сейчас себе все расскажешь. Тамара, верь ей, пожалуйста. Да, конечно. Расскажи, что классно. Павел, что у вас классно? Солнце со звездой очень хорошее. Она дает вам, во-первых, я думаю, что вы любите природу и животных. Правда? Этого не хватает постоянно, особенно там в Германии. Это вам обязательно нужно, потому что кроме хозяйства в доме, нужно, чтобы вот это еще было. Вы всегда сможете заработать, причем, как правило, у вас наверняка, не одно дело. Это минимум два-три бывает. Интересы, дела, которыми увлекаетесь, занимаетесь и которые приносят вам успех и реализацию. Хочу сказать, что вот что касается любви. У вас очень странная позиция, с одной стороны. Вы хотите, чтобы это был друг, друг очень близкий, как семья, но и свободный одновременно человек. Чтобы вы вместе и путешествовали, и в то же время, чтобы он давал вам свободу определенную, в любви вам обязательно нужен вот такой свободный человек. Нормальный человек. Нормальный, да. В одно время надо давать свободу, в другое время нужно, конечно же, как друзьями быть любими. Шампунем «Лошадиная сила» наши участницы точно обретут счастье в личной жизни, потому что роскошные волосы – это самый короткий путь к сердцу мужчины. Запомните это. Дорогой мой, иди знакомься с первой невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень приятно тебя видеть И ты похож на какого-то киноактера Не вспомню какого Очень приятно познакомиться Ольга, 32 года Менеджер по работе с клиентами В крупной компании сотовой связи Гордится тем, что окончил институт С красным дипломом Любит поездки на дальние расстояния За рулем собственного автомобиля Предупреждает, что не терпит неграмотной речи После попытки возобновить отношения С бывшим возлюбленным Ольга несколько месяцев проходила реабилитацию Психолога Надеется, что с Павлом она обретет желанное счастье Здравствуйте, Ольга Я сразу предупреждаю всех невест Вы сегодня должны мне так понравиться Как будто я ваша будущая свекровь Хорошо? И это точно, потому что Паша доверяет Моей интуиции И ты мне доверяешь Я знаю, и ты, Штефе, тоже Поэтому Только не врите, ладно? Рассекречу сразу Оль Что же это был за мужчина, который вас до такого состояния довел? Что там происходило? Он был просто мужчина, который меня поразил Своим поведением, своей внешностью Он был хорош собой, хорошо одет Сразу читалось, что у него есть деньги Да, он был очень хорош собой У него прекрасный вкус Он такой человек общественный А для вас это немаловажно, чтобы мужчина выглядел презентабельно? Ну, мне нравится, да, мужчина Особенно, когда он одевает костюм и галстук Ну, кому это не нравится, когда мужчина в костюме и в галстуке, и он презентабельный? Это очень красиво У него было двое детей? Да Был разведен? Да Вы знали об этом? Да Мало того, он даже вас познакомил со своими детьми? С одним ребенком, да Познакомил Я даже готовила им завтрак иногда по утрам Понятно, и когда женщину знакомят с мамой, с братьями, с сестрами и с детьми То ты уже себя рисуешь на месте жены Ты понимаешь, что да Это новый уровень отношений Я даже спросила А как же вот твоя жена, она знает, что сейчас вот ты забираешь ребенка И он с нами Она такая, да, она нормально абсолютно относится Мы жили недалеко от его первой семьи То есть почти на соседних улицах А вы у него жили? Периодически Периодически, да Слушай, мне эта девушка очень понравилась Девушка ярко выглядит Здорово И когда вы уже практически ощущали себя мамой этого ребенка, женой этого господина Вы ему как-то так, между прочим, говорите Ну, пора бы, в общем-то, и подумать уже о женитьбе Он что вам в ответ? Я так не говорила Ну, приблизительно Приблизительно так, да И приблизительно он мне намекал на то, что ему... Сказал, Лёлик, твой муж должен тебя на руках носить, а я это так себе Да, да, да И потом мне нужно почаще встречаться со старшим ребенком Да, он потом сказал, что у него сейчас дочка старшая, опять вот, надо с ней возобновить отношения И дал мне понять, что, в принципе, его все устраивает так, как есть Но вы же не из-за этого с ним расстались? А ему ничего больше другого не нужно Ну, естественно, не из-за этого Ну, все мы с какой-то судьбой сюда пришли У всех уже какой-то опыт есть, как минимум Потому что мы не 18-летние, да, не... Взрослые девочки Да, не после школы У меня на тот момент по работе появилось интересное предложение Связанное с языком и работой в Италии Вот И надо было пройти несколько этапов собеседования И он сказал мне, ну, давай, я тебе помогу, если что, давай Он как-то меня поддерживал Вот И перед последним собеседованием уже я понимала, что мне недостаточно практики И появилась возможность уехать на месяц, вот, поучиться Он вас с легким сердцем отпустил? Ну, мне казалось, что да Но общались этот месяц по скайпу? Да, по скайпу, как, постоянно Когда я уже поняла, что я приезжаю, я не видела его месяц И он по телефону даже не хотел меня не встретить Он говорит, давай встретимся, потом я болен, я плохо себя чувствую Я не понимала вообще, как это так, ну, вот как Человек, который Ну, месяц это много Да Тяжелая ситуация, действительно И интересно, как он на себя поведет сейчас Потом вы уехали в Испанию Потом я призналась ему в любви Он сказал мне, извини, между нами ничего не будет И все И у меня вот был стресс И меня подруга увезла Это уже было через несколько месяцев Подруга увезла меня в Испанию просто отдохнуть Да, но когда вы вернулись из Испании, вы с ним встретились И он вас привез в собственную квартиру, где вы проводили время Да И рядом с кроватью На тубочке возле кровати Что-то ввело до нервного срыва Да, я увидела фотографию и портрет Говорю, а что это? Он говорит, а это моя новая девушка Это я вот ее Она была сфотографирована вот здесь на набережной И я здесь пытаюсь ее нарисовать Пытался Я говорю, как? А что тогда здесь делаю я? Да, я ему сказала, а зачем тогда ты меня привел? А он говорит, ну так, по старой дружбе, чисто по человечеству Ну да, чисто узнать, как там, как у тебя дела, кажется Я считаю, что она полностью восстановилась от простых отношений и готова к новым Вам сейчас 32 года, понятно, что это была не единственная история в вашей жизни Давайте про Пашку, хорошо? Давайте Что давайте Что хотите Мне очень понравился внешний человек, когда я его увидела Очень приятно, что мужчина Я поняла, что вся эта любовь, страсть Наверное, женщине этого не нужно для создания хороших отношений Кажется, как вы ревнивая? Немножко, да Пашка работает с рекламными компаниями И он у них снимается Отлично И такой, какой он в журналах, это просто глаз не отвести Будете запрещать? Нет, конечно, что вы Кстати, тоже одну вашу фотографию нашли Что, будем смотреть на эту фотографию? Нет, есть фотографии бывшей жены Павла Давайте посмотрим Да Обальдеть! Одно лицо Ничего себе Это что-то Ну я здесь немного не похожа на себя, конечно Но на... Что не похожа? Вы как раз похожа Одно лицо Паша, это правда? Ну, похоже, конечно Похоже Да, кстати, очень похожа Ничего себе Я сначала подумала, что это ее фотография Это она, да Особенно с краю, да? Оленька, скажите мне, пожалуйста А вы готовы ради вот Паши, как мужчины Отказаться от своей родины Сидеть дома Родить ему двоих детей Заниматься только им, бытом Потому что очень много и бизнеса Он устает, его надо поддерживать Прекрасно, конечно, ваше образование Это только плюс, бонусы Готовы растворить в своем мужчине И в общих детях? Такой вопрос Сложный, да и нет Я просто знаю, что Если я буду растворяться в мужчине Оля, а он забудет о вас Либо Да, либо нет А вот это не бывает Немножко беременной Язык знаете? Английский, да Скорее Скорее Не готовы растворяться Паша, а ты готов взять Ольгу Если у вас все сложится Понравится в свой бизнес? Во-первых, она работает с клиентами Тебе менеджер нужен Она очень активна Нет Если я сейчас в бизнес поставил Что я задействован два часа в день А когда нарожать будет? Я постоянно дома У меня водители все делают Ты понимаешь, что и Пашка не будет на работе ломаться уже Теперь у него все бизнес работает на него Я сейчас решил себя тоже посвящать семье Вот пускай будут путешествовать вдвоем Рожать детей Воспитывать их вдвоем Мне важно, чтобы он был естественный Чтобы он и себя не воображал Какого там крутого парня Или не хмастался своим состоянием И так далее У тебя, Пашка, три бонуса Свидание наедине Скелет в шкафу И семейная тайна или традиция Скелет в шкафу Ой, мой мальчик Ну что тебе в этот скелет дашь? Готово сегодня О, соль Что это значит? Ай, это мой большой-большой секрет Вот, на самом деле Когда у меня нет настроения готовить Я пересаливаю еду И... Это правда Что вы не ели, что ли? Нет, не специально Не знаю почему И потом все говорят Что-то ты пересалила А мне так стыдно всегда Что мне хочется приготовить вкусно Чтобы не ходили А не жрали у вас Я наоборот люблю гостей Так, теперь слушай меня внимательно Паша не ест, что попало Паша очень следит за своим здоровьем Поняла И я буду следить за Пашиным здоровьем Показывайте сюрприз Продемонстрирую тебе свои кулинарные способности Так, нужно надеть перчатки Мне помогать тоже, да? Конечно Смотри, я знаю, что в Германии у вас Любят баварские сосиски Да, всевозможные сосиски А в России Мы любим сосиски с макаронами И сейчас Я тебе покажу Как их можно просто быстро и вкусно приготовить Смотри, мы сейчас с тобой будем Протыкать ее Делать вот Смотри Нет, нет, ты мою в одну В одну? Да, давай одну Ты мне просто помоги Слушай, это что за технологии? Я такой первый раз Это где ты нашла? Оль Чуть в интернете Знаешь, как сложно Спортивное питание Следить за своим здоровьем Следить за дочкой Подростком, да? Еще себя держать в такой форме Развивать свой бизнес И еще одновременно искать невесту И думать планы на будущее Я пока задумку не понял А это что за палку? Макароны Макароны Сосиски протекаешь Сосиски с макаронами Да Ооо Отлично Вот классно, когда невеста Что-то показывает оригинальное Чего ты не знаешь, да? Да, да Слушай, я даже готова макаронами Штефи, а ты знала, что такая есть теперь? Я никогда не видела Представляешь, что я не видела Во-первых, не растолстей Еще там пять макаронин Ну да, пускаешь в кастрюлю Еда готова Да, вот так Ага Смотри, интересно, да? Такая сорокапошка Слушайте, ну совсем Совсем нездоровое питание Да Питание я бы не здоровая Ожиены, которые сидят за своей фигурой И вот такая вот получается у нас Ты знаешь, пока я готовила Я придумала Какой-то паучок получается Бусеница Это Баварская краса Баварская краса Не отличить похоже У нас все такие девчонки Спасибо, дорогая Олечка, проходите в свою комнату Паша, а ты иди к нам Я же говорю то, что в России Все самое красивое Если это баварская краса Но в России быть такого не может Абсолютно Как бы ты приготовила Что бы ты ему показала Что бы Сейчас на кулинарном поединке Если бы у меня были сосиски и макароны Я бы ему просто сварила макароны Красивая 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 Из твердых сортов пшеницы Понравилась Что это девушка Уж не девушка А женщина До 32 лет дожила Ни раз замужем не была Детей не рожала А? Не повезло Видимо не нашла еще Прямо Вот вам это в Европу И надо отдавать А я бы еще Для нашего бы Российского Пацана Еще спросила бы Справку бы Из поликлиники Что там такое бы И соседи Поспрашала бы Что это она Не как 32 Очень мне Ольга понравилась Понравилась Она рассудительная Вдумчивая Ухоженная Не сразу отвечает Не бросается на шею Что да конечно Завтра прям уже Покупаю билет И как то Есть к ней доверие Я не могу пока сказать Вот мне задают вопросы ведущие Да все Готова бросить все И уехать к нему Ну я не верю в любовь С первого взгляда Я просто только сейчас Пообщавшись с ним Ну начиная Вообще Чувствовать человека Оля Очень яркий стрелец Свободный Целеустремленный Умеет своего добиваться И ей Как многим людям Этого знака Свойственно охотиться И добиваться своего Они действительно охотники Думаю что у вас Хорошая совместимость И интерес Может возникнуть Единственное Может быть Некоторая противоположность Вот так сказать Там где Вы больше проявляете К ней физического интереса Там тогда Может быть Очень мощная Страсть Понятно Спасибо Пашечка Знакомься со второй Невестой Проходи Такой ладненький Такой аккуратный Здравствуйте Меня зовут Ама Я надеюсь Что у нас с вами Что-то получится Все возможно Здравствуйте 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 Девочки С усатыми мужчинами Они изготавливают Сами Такие вкусные конфетки Там вот наверное Какой-то секретик Ань А вы всегда знали Что муж погуливает Или для вас Это стало Ну не знаю Шоком И неожиданностью Ну естественно Сначала у нас Были отношения Да Достаточно Он очень долго За мной ухаживал Потом когда мы Стали жить вместе Достаточно быстро Через 4 месяца Я забеременела Вот Ну и соответственно Когда Я была уже в положении Ну Было предложение Но мне как-то было Не знаю Мне хотелось Красивое платье Послушайте Анют Ну ведь можно же было Расписаться Можно было Чтобы ребенок Родился в браке А свадьба уже Потом Когда придете в форму И так далее Ну вот по-видимому Была беременная Была такая Может быть гормона Я родила в 25 Скажите А родители Мама не говорила Анька не будь дурой Говорили Ну я говорила Ну мама Ну как же Я же буду некрасивой Без свадьбы Это не главное Можно вообще без свадьбы Просто пришли Расписались И все Скажите пожалуйста Танечка А у ребенка В графе отец Стоит папа Как положено А ну тогда Нет В этом смысле У нас проблем не было Просто у вас не было проблем Потом разводиться Из чего расстались Ну гулял Ну так Он Ну у него работа была Да Специфическая такая Связанная с ночными заведениями Вот Ну соответственно там Ну Перспектив много Было в этом направлении Вот Ну и он не отставал По видению А как вы узнали Что он вам изменяет Ну во-первых У меня очень хорошо Раздая интуиция Вот Это любая женщина Мне кажется Почувствует Да Которая понимает Что что-то не то Вот Ну и соответственно Потом уже Начались Наглядные Такие примеры В телефоне фотографии Нет В телефоне Я не Залезала Я Ну это было В любых ночных клубах Какие-то фотоотчеты есть Да Которые как бы Рассказывают Это показывают Бывают разные ситуации Конечно Любовь проходит Остается что-то другое Поэтому я опять хочу Подчеркнуть этот момент Что Страсти и пылки чувства Для продолжительных Семейных отношений Они только мешают А сколько ребенку лет? Десять лет Девочка? Мальчик? Дочка Дочка Паш, ну никак Если с дочкой вдруг Все допускается Вы, кстати, готовы оставить Ну вот если говорить принципиально Готовы оставить Ну на бабушку У вас хорошее отношение с мамой То есть с бабушкой А вы ребенка? Да Вообще оставите Ну не хочет он это Извините с детьми Не разбежались Даже вон немецкие женихи Брать тут с детьми При их Извините Европейск Толерантности Я прям тебя не узнаю Вы-то готовы Оставить дитя свое? Ну вот вы знаете На это, наверное, я не готова Почему даже слово Наверное не надо говорить Вас Паша в первую очередь Перестанет уважать Если вы оставите своего ребенка Умоляю вас Не ради даже такого Красивого Не оставляйте Нет, не оставлю точно Нет, это не его вариант Первая девушка Ну подходит гораздо больше Чем это А муж разрешение даст? Ну в принципе он вам не муж Ваш сожитель Разрешение даст? Я должна спрашивать? Конечно Нет А он у него в паспорте написан Че нет? Нет Отец Ну как бы Я же выезжала с ребенком За границу И что, одно дело Просто за границу Выйхать Другое дело к мужу Вот станет позу Скажет Фигушки тебе Ты не хочешь Чтобы устроилась Личная жизнь Например Аня и Паша Я патриотка Давайте так Когда у нас будут Иностранные женихи Роза пусть в это время Курит бамбук Примерно Ладно? А почему Когда мои татары Приходят Ты сразу начинаешь Это как будто Себе 200 лет Игма татаро-монгольского Покой не дает Что я сразу начинаю? Ты начинаешь придираться Опять Твои пришли Мои пришли Ими как здесь Краковяк-то выписывают Какой-то краковяк Где краковяк? Розочка Обратите внимание Посмотрите Платье красивое Да Татары шили А прическа Очень красивая Потрясающая Красота Трича Сережки Выглядишь Замечательно Потрясающе Прическа Потрясающе Вот за границу Возьмете Подобрею Роза молодец Она очень красивая И Лариса красивая У вас осталось Два бонуса Семейная традиция Летайна И свидание наедине Свидание наедине Ну Идемте Проходите У вас тоже Красивое платье Спасибо Кого ждете? Мальчика, девочка? Девочку Замужем? Выхожу замуж Вы тоже Не будете голову Морочить ему Типа Нет Я сделаю все Как вы говорите Сначала распишемся Штефаня Смотри внимательно На невесту Хорошо Папа к тебе будет Прислушиваться Поэтому должна Обязательно Я просто так Папу не отдам А как ты себе Представляешь Вообще семья Что для тебя И особенно в Германии Так Ну семья Для меня Ну как бы Вот что для меня Очень важно Чтобы мужчина Был стеной Да Для меня То есть Чтобы я была за ним Вот Чтобы он принимал Какие-то Да Чтобы он конечно Советовался Но при этом Чтобы решение Принимал он Да Чтобы я чувствовала Что Мужчина Что Как бы Вот рядом со мной Мужчина То есть Если Ну понятно Да Что женские капризы Мы сейчас Ни в какой счет Там не ставим А то что Это надежность Должна быть Ну понятно Ну вот для меня Это очень важно То есть Для меня Семья Это Некая такая А посвятить себя Семья готова Да Да Готова А покажете сюрприз Ань Сюрприз Да А мы Да Хотели спеть Станцевать Так пожалуйста Идите Пусть и танцевать На сцену Я уже хочу Посмотреть А целое бы тоже Свидание наедине Я на это и рассчитывала Что у нас будет Минутка наедине Тишина Плавит нежность Как воск свечи Время лечит А ты молчишь Но потом Все простишь Ты поймешь Что назад нам дороги Нет Впереди Коридора Свет Через Ложь Правды Нет Но он хорошо Двигается Да Очень пластичный Значит Он после Нагрузки Физической Делает растяжку Если делает растяжку Значит Тело гибкое Да Тебя проведу Дай мне руку Я буду с тобой Я буду жить Для тебя Слышишь Вечно Своей любовью Бесконечно Вы смотритесь Это просто Потрясающе Паш А то что ребенок Ну Мне кажется Когда женщина Тем более в чужой стране Ей некогда будет страдать И переживать И заниматься глупостями Она будет заниматься ребенком Тебе тоже понравилось По-моему Понравилось Но все таки Знаешь Я тут это Вот они все сидят Такие прямо Распрекрасные Тем более ты рядом Это твой Как говорится Протеже Он сейчас на все согласен Сомневаюсь Я однако Что чужой ребенок Ему нужен И сложности Связаны с этим Муж там Муж не муж Разрешение давать Не будет И все остальное Потом что-то нужно будет Там делать ребенка Как-то устраивать Согласна Роза с тобой Мне просто было неловко Это говорить Там лучше всего Да Ну ты права Оно надо ему Ну зато здесь может быть Хорошая физическая совместимость Хорошее взаимопонимание Вы будете понимать Друг друга Дружеские отношения Хорошие Мне кажется Ему понравилось Да Мне тоже кажется У него прям Глаза так блестели Когда он на тебя смотрел Да Еще будет третья невеста Ну и есть еще одна невеста Проходи знакомься Здравствуйте, Павел Меня зовут Ирина Я очень рада Что вы пришли на эту программу И я удивилась Вашей физической подготовке Спасибо Привет, Ирина Здравствуйте Ирина 26 лет Врач-отоларинголог В городской больнице Учится в аспирантуре Гордится тем Что родилась В интеллигентной Многодетной семье Увлекается Классической музыкой Признается Что может оставить В магазине Круглую сумму денег Предупреждает Что не приемлет Секс До брака Единственный парень С которым Ирина Пыталась построить отношения Обозвал ее Нищенкой И нашел Другую девушку Надеется Что Павел Положит конец За ее одиночество Здравствуйте Ириночка Здравствуйте Вы не брат? Нет Нет Это мой одноклассник Друг детства А глаз Глаза Прямо да Цвет глаз И так смотрится Одиноклассник Сематичная девушка Очень красивая девушка Очень красивые глаза Она молодая У меня хотели приехать Ко мне мои братья Но они к сожалению Не смогли У нас пятеро в семье Три брата И одна сестра Потрясающе А где такое богатство? Я из города Екатеринбурга Радуйся Ликуй 26 лет Невинно Я думаю Это мы больше Даже обрадимся Чем вот этому пакетику Да Молодец Я прошу прощения Совсем забыла Это сувениры С нашего края С Урала Спасибо Я хочу вам их предпринимать Называйте Уральские самокреты Ликуй Предыдущая девушка С Пашей Мне понравилось Больше Они прям Идеально Сочлись А вот Мне кажется Ирина не совсем Для него Анечка 26 лет То что у вас Какой-никакой Был любовный опыт Но все это Держание за ручку Есть о чем рассказать? Потому что вы невинны Есть рассказать о чем Потому что Были серьезные отношения Начиналось все просто Как дружба Потом любовь Красивое ухаживание Очень много обещаний Красивых слов Скажите Вы полгода с ним У вас были Да были отношения? Мы встречались полгода Сколько ему было лет? Он меня был Старшим Вы понимаете Что противоестественно Встречаться с девушкой В течение полугода И не иметь с ней Близких отношений Время другое Роза Я знаю что ты скажешь Вы понимаете Это противоестественно Конечно же Даже если он вас берег И у него были на вас планы И он дорожил И оценил Что вы невинны У него на стороне Конечно кто-то был Может быть Да это нормально Я не исключаю Может быть Но мы когда подали заявление То есть все было серьезно Я сказала что у меня есть Определенные условия Определенные требования Но то что вы ему не давали Он это брал на стороне Сначала Сначала надо Полностью быть уверенной В мужчине Потому что у меня Строгие требования Мне надо чтобы мужчина доказал Что он меня любит И он меня не любит А как вам нужно доказать? Вот как Пашка допустим Вам должен Каким поступком должен доказать Что любит вас? Я не люблю когда говорят слова А потом На деле Это полный ноль И пустой лист Например Ну просто например Какой поступок Пашка должен совершить? Просто не обманывать Я считаю что в этой жизни Никто ничего никому не должен Каждый все делает По собственному желанию Это нормально Достаточно быть естественным Человеком Мужчиной Да Не надо на себя Надевать лишние там Хорошо А сколько вам нужно Времени для того Чтобы узнать Вашего человека или нет? Если я доверяю Если человек открыт Ирочка И правильно что не даете До свадьбы Все правильно А вы Ну только не полгода Месяц вот так Выше крыши А вы как насчет того Чтобы проверить? Целомудренная девушка Все после брака Все после ЗАГСа Нет Он устраивает его Устраивает тебя Паша? Я не против Но она должна понять Что в мои года уже Да в самом деле Уже не ищут Каких-то легких отношений Я не для этого Здесь сижу Вот Скрывает что-то о себе Не всю правду говорит Мне кажется Ирин Во-первых вы красивы Во-вторых мне очень нравится Что вы врач Спасибо Потому что это Самая благородная профессия Которая есть на земле Вы знаете язык? Иностранный? Английский? Английский я знаю Но была давно уже в Америке Поэтому нету практики Но во всяком случае Не заблудитесь Спросите Где можно купить колбасы И как доехать Где автобусная остановка А я вот что-то не поняла сейчас Так мы что Добрак тоже не давать В смысле Проверять сексуально не будем Пока не женится Спашка Ты что делаешь сейчас? Дело сейчас не в свадьбе То есть Дело Секунду В серьезных отношениях Ну конечно нет Спашка будете после свадьбы? Нет Нет Когда поймет Ну не смущенно Человек разнеет уже Когда поймет Что уже в ЗАГС Подали заявление Что все серьезно Тогда будет Правильно Это дело уже не во времени Нет Умница Правильно Не факт Что он готов Взять на себя Такую ответственность И готов ждать Скажите пожалуйста Ириночка Когда вы в гневе Вы какая? Я На многое способна в гневе Расскажите на что? Я очень вспыльчивая И очень эмоциональная И требовательная Обидеть можете? Обидеть? Да Сгоряча? Да Могу Но тут же отойду И буду просить прощения Вы даже не успеете отойти Да От того как в очередной раз Вспылите при Паше например У Паши закроются все створки В душе И даже если вы будете потом валяться в ногах И просить его прощения Он вас простит Но он уже не вернется к прежним отношениям Понимаете с кем угодно Паша из тех мужчин Которых обижать не рекомендуется Он не мстительный Он вам не сделает никакой гадости Но то что не будет уже той нежности Той любви Поэтому сто раз подумайте Если у вас все сложится Прежде чем открыть рот Считайте до миллион Хорошо Прячьтесь в туалете Под ледяную воду Только будьте осторожны Для Паши очень важны слова Я никогда не унижаю мужчин Если я вспылила Я не буду бить ниже пояса Ему нужна более мягкая женщина Она будет конкурировать с ним Да Таких-то, да? Ты ему больше подходишь Приданное, да? Это же про приданное Что у вас там есть-то? Про приданное? Да Когда меня бывший мой жених назвал нищенкой Это была... Так, с чего это он вдруг? Писались? Ну и чего? У нас просто большая семья И воспитывает нас одна мама И на тот момент мы не могли позволить Каждого ребенка обеспечить квартирой Каким-то наследством Машиной шикарной, иномаркой Вот И после этого я собрала себя в руки Я начала очень много там трудиться, учиться Закончила тоже с красным дипломом С каждой минутой, Бог, мне не нравитесь Сейчас у меня, ну, карьера И я зарабатываю сама на себя И у меня есть квартира отдельная У меня как бы, ну... Помогаете маме? Маме помогаю И братья нам помогают очень сильно Дружны между собой братья и сестра? Да Ну смотри, да? Как она даже расплакалась Ну действительно у нее тут сложная судьба, да? Ну за деле, за живое А семейная традиция или тайна? Хочешь узнать, остался один бонус? Конечно, конечно Есть такая? У нас есть семейная традиция У нас из поколения в поколение По женской линии Передается украшение От моей прапрабабушки Какая же вы нищая? Вот Это золотой браслет с ее инициалами Сейчас он находится у моей старшей сестры Потому что это передается по первой девочке Как приятно Вот, это моя прапрабабушка Елизавета У нее тоже было пять детей Четыре мальчика и одна девочка И вот эта девочка является моей прабабушкой У меня тоже есть мамино фамильное кольцо наше Я хотела его одеть, забыла Детка, покажешься сюрприз? Да Пожалуйста Я знаю, что вы раньше жили в России Конечно И уже уехали в Германию И там сейчас живете И мне хотелось бы проверить Насколько у вас сохранился русский дух? Позволите? Конечно Пойдемте Ой, что же интересно Какой же сюрприз О-о-о Это рубашка Национальная Русского мужчины Пожалуйста, примерьте Я хотела бы посмотреть Как она вам пойдет Паш, а я не помню В тебе же немецкая кровь есть, да? Сто процентов или? Пятьдесят Ой, какой Есть еще поисок Серый рубашоночек И хорошенький такой Фу, как ему что-то не идет Да не его Нет, Паш, как тебе не идет Не идет Нет, не идет Совсем на Ивана русского не похож Задание Задание Продемонстрировать свою силу Как челетана Дом Дрова Надо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все, не надо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, если не попадешь Это точно Паш, ты глазом-то коси На фигуру Ирки Посмотри рядом А ножки коси у нее Задания, задания одни пока Красавица Спасибо Лучше бы потанцевала с ним Дрова рубить АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Штефи Вот сидишь, улыбаешься Как тебе, Ирина? Мне очень понравилось Что она не стесняется Чувства свои показывать Даже слезы видно было Она, значит, честная Это мне понравилось А красавица какая А какие глаза Это же просто озера Да Во-первых, она наша землячка Практически, да, Паш? 26 лет Образованная Потом, послушай В семье, где будут рождаться Новые дети Врач свой Отличная девушка Прошло все просто идеально Ты молодец, конечно Думаешь, у меня до сих пор руки дрожат Мне очень понравилось В Ирине, что не пришлось Озвучивать недостатки Она сама все себе сказала Это честно и очень здорово У этого человека Во-первых, большая семья может быть Во-вторых, муж Может играть огромную роль Расти Понимаете, да? То есть вот В партнерстве для нее Это очень важно Благодаря браку Она вырастет Как личность И, конечно, по Луне У вас тоже Очень хорошая совместимость Я думаю, что вы Внутри Почувствовали И поняли Душевное состояние Друг друга Хорошо Слушай, ну вот Она сейчас мне говорит И это абсолютная правда Вот в этот гороскоп Я поверю Паша Теперь советуйся Со Штефи К кому тебе пойти И мы тоже посоветуемся Штефаня, что скажешь? Мне, если честно И первая И третья Девочка Очень понравились Обе Но, наверное Больше себя показывала Третья девушка Свои Чувства И свою Ну, я тебя понимаю Ты любишь Когда человек Больше Открытый Так скажем Да? Я сама тоже Не очень открытая Но мне Вот именно это В ней понравилось Понятно А тебе? Все Три понравились Ну, конечно Все молодцы В любом случае Надо думать Весь получается Что первая Без детей Я с ребенком А это невинно Все очень разные Да В этом интрига Штефи, кого ты, папки? Мне и первая И последняя девушка Очень понравились Обе Но, по-моему Последняя еще больше Она свой характер Прямо показала И ничего Для себя не держала Боюсь, что Она может Сбунтоваться И сказать Нет, Паш Ты знаешь Я ошиблась Я так хотела Посвятить себя Семье И детям Но мне хочется работать Я очень хочу Чтобы он зашел Именно ко мне Потому что Мне есть многое Что ему сказать Этих минут Мне было абсолютно Недостаточно Это очень короткое время Вот то, что я тебе Тогда говорила В машине Ты имеешь право На счастье На новых детей И когда ты начинал Там седовать Что да куда Там мне уже 42 Бла-бла-бла Я говорю С ума что ли сошел У тебя еще Вся жизнь впереди И молодая женщина И новые дети Вот я имела ввиду Такую, как Ирина Она прекрасная Так приятно Что при меня Ирина Смотри Про тебя говорят Здорово Многие Да вообще Все красивые женщины Достойные Богатых женихов Ну к сожалению Не всем Красивым женщинам Достаются В общем Поэтому из трех Таких замечательно Красивых девушек Думаю Ну кому Вот счастье бы такое Да Ну Ирочке конечно Моложе Она ближе Я бы как-то заслужила Да По-моему На тебе Очень серьезно Остановились И обсуждают Смотри как До сих пор А звезды что Ольга Она человек Активный Очень как все стрельцы Это человек Который С одной стороны Готов на многое Готов переехать И каждая из них Главное Чтобы действительно Не заскучала Но вот наверное Физическая совместимость С Анной Может быть довольно сильная С Ириной Это важный Жизненный поворот Ирин Ты впечатление Прозвела на всех Паша Давай так Слушай себя В любом случае Ты уже сюда Дорожку протоптал Поэтому Велком Если не получится К нам А чуть-чуть его забируешь Пусть получится Пусть получится Поэтому у тебя сердце Приведет туда куда надо Мы с тобой Проходите Вадим Я бы не хотел с вами спать Хотя я старше вас А он с тобой не хотел бы Конечно Конечно В целом Вам нужна женщина Немножко порочная Внутренне А молодая и порочная Все таки лучше Чем немолодая и порочная Потому что Представить с собой рядом Женщину Которая на многое Согласна ради денег Вы же понимаете Что по другому Это не может быть Пожалуйста Выходите все Давайте Пашу поддержим АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет Привет Я за тобой Да ладно Как видишь Выйдешь со мной Идем Я правда очень счастлива Что у нас есть пара Павел и Ольга Если вы одиноки Или вам понравился Кто-то из участников Сегодняшней программы Спешите на сайт Первого канала А я Лариса Гузеева Желаю Чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай Поженимся Удачи Радость Да вас Спасибо Редактор субтитров А.Семкин